Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Сегодня была у врача. Сейчас все расскажу. Мне сняли швы. Стало как-то полегче. Они тянули в пупке. Знаете, еще такая нитка была. Она там продета была как-то внутрь и торчала с двух сторон. Вот когда он тащил, было более невероятно. Ну ничего, сняли швы, все заклеили. Сказали, завтра можно отклеивать. Спросила, можно ли поднимать ребенка на руки. У меня на голове девчонки после шапки. Сказали, да, можно. Начинать потихонечку поднимать. Сегодня со мной еще свекровь, которая мне помогает. Спасибо ей огромное. И мы сейчас пойдем гулять. Ура! У нас минус 6. Шел снежок, сейчас падает тоже. Много снега навалило. Сейчас покажу. Я хочу, сейчас пойду прогуляться. Да, с колясочкой спросила, можно гулять? Он сказал, можно. Вроде все хорошо, жидкости почти нет. Он сказал, брюшной полости, потому что была жидкость. Операция была очень сложная. Встретила терапевта, которая за меня хлопотала, вообще не зная меня просто. Она сказала, говорила, с врачом была очень сложная операция, потому что в период обострения два часа меня оперировали. Я поблагодарила врача за то, что он меня взял вообще, потому что с такой симптоматикой только экстренно в больнице скорой помощи. Я, собственно говоря, работаю туда, я не хотела. Вот. Мы пойдем гулять. Ура! Первый раз. Я неделю сидела. Больше, девчонки, как приступ начался. Дни 10 минимум я дома сидела, не выходила. Но только в больницу и обратно. Пойдем гулять с колясочкой, с Ксюшкой. И хочу купить посуду. Я тут посуду побила еще до операции. В общем, у меня сушилка с посудой стояла на подоконнике на кухне. И я открыла окно на проветривание, оно у меня завалилось, у меня осталось 5 или 6 тарелок. Но я так и так хотела в новую квартиру обновить. Посуду. Все. Сейчас пойду в хозяйственный наш магазин, посмотрела тарелки Фаберлик, посмотрела на маркетплейсах. Что-то как-то дорого. Фаберлик вообще, последняя коллекция вроде симпатична, но необоснованно дорого. И дают маленький балл такой. За нее тарелка стоит 700 со скидкой, а балла 3 дают. Вообще невыгодно. То есть совершенно. Пойду в хозяйственный наш, посмотрю, что у нас там за тарелки. Потом вам все тогда покажу. В общем, я иду гулять. Ура, я счастлива, безумно, девчонки. Жизнь налаживается, все будет отлично. Удаляйте желчный, кто еще думает. Вот девочки некоторые писали, кто-то думает. Не дожидайтесь такого приступа. Это безумно тяжело. Это безумно больно и тяжело. Не дожидайтесь. Жизнь без него. Кстати, смотрела Малышева, когда с операцией приехала. Думаю, дай погуглю видосики какие-то, кто как живет после удаления желчного. Это вообще прикол. Кому интересно, посмотрите на ютубе. И она там, ой, жизнь после желчного, удаление желчного вообще просто прекрасно. Если до нельзя было не ездить за рулем, ни в поезде, ни в машине, потому что можно было спровоцировать приступ, не на самолете летать, хотя я ездила на поезде. Да, у меня один раз, кстати, в поезде был приступ, но вроде ляжу, все нормально на ровной поверхности. Это проходило. А после удаления желчного, жизнь вообще просто прекрасно. Ограничений никаких нет. После операции в этот же день можно ехать за рулем. Как бы все нормально, все прекрасно. Но я бы не сказала, что можно после операции ехать за рулем, потому что один наркоз только чего вообще стоит. Но тем не менее, если вы еще думаете, вот девочка писала одна, моя постоянная, брат у нее думает, хотя уже с приступом возили. Не думайте. Не надо. Не надо дожидаться, когда вас экстренно возьмут, располосуют, отвезут. Лучше планово. И на следующий день вы уже дома. Восстановились, все. Нормально. Чуть-чуть придержались диеты первое время. Даже меньше месяца я себе уже позволяю кушать что-то не по диете. Потихонечку. Главное питаться дробно, маленькими частями. Восстановились и все. И никаких ограничений у вас абсолютно нет. Все нормально. Так что вот так. Вы пошли гулять. Смотрите, как интересно, голубки сидят. Так здорово, в рядочек прям. А снег все идет. Снега навалило мрак. Просто. Но не холодно. У тебя минус шесть. Одна сосулька на двоих. А вторая не дали сбить сосульки. Да, тете злые. Все какие-то кругом злые. Тетя из магазинов выбежала. Сосульки, видите ли, без спроса нельзя сбивать. Вот одна сосулька на двоих. Разломи пополам, дай Милане вторую. Только начали все чистить. Снега вообще немерено. Нигде не проедешь. Чашка с коляской, конечно. Разломила? А, ну вот. Каждому по сосульчике. А? Мы срывать? Ладно, хорошо. Чтоб тете не ругались злые всякие. Ну что, девчонки, сходили мы погуляли целых три часа. И мелко хоть поспала на обедную, тоже давно не гуляла. Сейчас готовлю ужин. Купила посуду. Не могла никак собрать комплект. То, что нравится, то, что смотрела, не было по три тарелки. Я хотела по три тарелки каждой взять. Посмотрела набор люминак. Вроде посуда хорошая, набор 2,5 тысячи. Там по шесть тарелок, три видно. Там тарелки огромные. Они просто огромные. Мы из таких не еди. Я их посмотрела, мне совсем набор не понравился, брать не стала. Я бы взяла вот там шесть таких и шесть таких, а самое вот огромное брать не стало, но набор только продается. Вот, поэтому сейчас покажу, что купила. Вообще, вот такие вот тарелочки. Обычно, блин, мне так прикалывает этот маникюр на вспышке. Слушайте, он без вспышки, он вообще не такой. То есть он не светится. Так я в следующий раз обязательно такой же топ сделаю. Обычно глиняные тарелки, не сильно дорогие. Не знаю, что это за производитель. Я хотела без цветочков, без всяких. Оказывается, это тоже очень тяжело. Хотела белые, либо серые. Но эти какие-то они такие молочного цвета. В общем, три вот таких глубоких. Это тут у меня уже я сделала к ужину помидорки с творожным сыром. Хочется что-то вкусненького, особо ничего нельзя. Мне уже кто-то разрезал в катерти. Вот такие три штуки, то есть поменьше. Под суп. Я не знаю, кто-то из таких огромных суп ест. Просто я из таких огромных не ем. Я ем совсем маленьких, даже меньше, чем вот этот. Вот такие три штучки такого они цвета молочного. И вот такие три штучки. Обычные, совершенно, без всего. Вот мне хотелось именно такие. Забочные, белые, или кремовые, или серые. Хотя бы светло-серые тарелки найти. Это проблема. Ну, пока такой набор собрала. Вроде ничего. Посмотрим, как прослужит. Готовлю ужин. Часть моей кухни, кстати. Мы сразу заменили плиту. У меня на прошлой квартире была такая гефест. И здесь я купила. Но она какая-то другая. Здесь какая-то крышка, я не пойму, другая. Вот у меня на той плите была другая. И она с электророжиком. Там у меня была без электророжка. Взяла то же самое. Потому что здесь плита была нормальная, в принципе. Но духовка плохо работала. И здесь ящик выдвижной. У меня вот был, знаете, как открывается. А здесь выдвижной, достаточно вместительный. Поэтому прям классно. Я ее брала по интернету. Я ее не видела. Но вот решила остановиться на ней. Выбрала такую. Готовлю ужин. Готовлю курицу в сливочном соусе. Куриную грудку у меня здесь. Вот она. Куриная грудка в сливочном соусе. Сейчас немножко выпарится. И булгур. Булгур со специями, с приправками. Но там ничего такого критичного нет. Поэтому, я думаю, мне такое чуть-чуть покушать можно. Как бы ничего такого страшного здесь нет. Никаких острых специй, соусов и так далее я пока не ем. Кстати, тоже купили сразу. Такую же, как у меня была на прошлой квартире. Потому что я ей безумно довольна. Она автомат. Здесь есть дисплей. Она очень удобная. Это у нас электролюкс. До этого я брала китайские. За 4 тысячи, по-моему. Они сейчас к 5 где-то стоят. Такие они, знаете, бывают разноцветные, красивые. Вот кто с колонками живет, с газовыми, да, те должны знать. Тоже неплохая. Автоматы, дешево, бюджетно. Но там быстро какая-то у них деталь. Ну, как быстро? Первая прослужила 4 года, вторая 5. Потом решили взять немножко подороже. Электролюкс. Вот она в районе, наверное, 10 тысяч. И я вот на той квартире, сколько она у меня стоит? Два года на старой. И вообще никаких нареканий. И вот поэтому сюда взяли тоже такую. У меня выглядит вот так. То есть вот такие вот здесь обои. Здесь какие-то шурупы были, можно выкручивать. Такой вот фартук. Как бы такое все в сером стиле. Повесила сюда шторки, которые подходят более-менее. Вот интерьер. Это Василек шторки. По-моему, да? Василек. Они великолепны. Они мне очень нравятся. Они не длинные. Они вот такие коротенькие. Классные. Это Крестюшкин стульчик. Она сейчас тут баловалась, трапезничала. Да? И холодильник наш тоже со старой квартиры. Потому что мы его только купили. Я вам на него обзор делала в каком-то влоге. Как бы выход с кухни. Тут раковина в углу. Выход с кухни. Вот дверь. Тут какая-то антресоль наверху еще есть. Я посмотрела, там какой-то хлам лежит. Надо будет потом залезть туда, разобраться. И тоже вот тут стена. Она, видите, какая. Потолок. Какая-то плитка лежит. Но все как бы терпимо. Все более-менее жить можно. Шкафов у нас пока, естественно, нет. Нет, у нас стоят три шкафа. Но они стоят на полу. Потому что мы их даже прикручивать не стали. Они встали так нормально, гармонично. Поэтому такой беспорядок. Все валяется. Ну, пока вот как-то так. Будем дальше думать, что делать. Да, малыш? Нет, не буду. А что это такое? Конфетка? Конфетка кушай, нет. Вот конфетку я, конечно, могу сейчас одну-две съесть. Потому что иногда хочется. Хотя от сладкого не завишу. Но могу все равно. Потому что какой-то вот у меня после операции когда прошла неделя, даже недели поедние, у меня какой-то дикий жор вообще. Дикий просто жор. Я стараюсь держаться. Есть только то, что можно. Но иногда вот и одну-две конфетки получаются. Вышли гулять. А у нас тут настоящая фурга. Ждем девчонок и ребят. Сейчас мы с вами пойдем в магнит косметики. Я хочу купить краску, девчонки. Хочу купить краску. Я сначала думала опять в темный. Что-то меня потянуло на перемены. Потом думала в светлый. Осветляться не хочу. В общем, я не знаю, что я хочу. Сейчас придумаю магнит косметик. Попробую выбрать. Фурга! Пришли в магнит косметик. Вот такие тряпочки всегда берут для уборки. Я вам уже показывала. 59 рублей. Целлозные. Я хочу убрать. Потому что сюда беру уже 329 рублей. Мне кажется, раньше по 299 было вот эти 4 штучки. Едем дальше. Сейчас корм опять возьмем. По 85 рублей вискос. Нигде не бывает. С курицей ему пусть радуется. Супер по 15. Вот дешевле, чем магнит косметик. Теперь к рагу. Нигде не бывает. Парочку сейчас сама возьмем тоже. Красок новых появилось. Девчонки. Вообще. Мне просто глаза разбегают. Цистель. Красивый цвет на упаковке. 8.0. Но он такой не будет. Мне кажется. Такой очень красивый. 7.0 просто русый. Похож на фаберликовский 7.1. 8.1. Вот эти оттенки. Прям смотрю на интересные оттенки Гот Туби. Но я ее брала. Девчонки не раз. Она вообще не стойкая. Вообще. Просто. Он так интересно. На паске изображен. Но это вообще не 8.1. Красивый цвет. Кастинг Глосс. Ледяной мокой я брала. Он очень здорово смотрится. Вот такой отлив. У меня сейчас уровень семерки. Я хочу восьмерку. Но. Вот семерка. Такая большая разница. Хотя всего один тон. Я прям в растерянности. Возьмет она нет. Если смотреть до-после. То мне очень нравится. У меня где-то до. Вот как посередине. Я хочу это взять попробовать. Как думаете. Ультрапепельный светло-русый. Аж не 8.1, а 8.11. Красивые. Ну что, девчонки. Взяла я все-таки. 8.11. Сейчас ее нанесу. Посмотрим, что получится. Запоминайте цветок. Седые корни. Вот как он выглядит при искусственном освещении. При таком же вам и покажу, что получилось. Возьмет, не возьмет. Намазалась. И пока мне нравится. Пока мне прям нравится. Что хочу сказать. Желтизна нейтрализуется сразу. Вы помните волосы мои. Желтая. Это пряная корица. Она желтая. То есть сразу вот такой вот оттенок. Думала, не хватит одной пачки. А представьте, нет, хватило. Вполне. Причем я практически на сухие волосы. Я чуть мокрыми руками вот так вот пожамкала. И все. На сухие волосы одной пачки хватило. Пока вот так. Полчаса обхожу. Вот такой цвет получился. Волосы еще не досохли. Ну, так уже видно. В принципе. Темный, да? Правда? Но красивый. Красивый мне нравится. Такой отлив красивый. Немножко поярче. Да? Кстати, в этой краске еще была маска и шампун для нейтрализации желтизма. Я им помыла. Я уж такую краску брала. Я знаю, что она хорошая. Ну, вот такой, девчонки, цвет. Сейчас под освещение подойду поближе. Вот. Мне нравится. Я думаю, он потом подсмоется и станет немножко посветлее. Но на этом влог буду заканчивать. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.